10.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. И вот главная тема этого утра. Льготное автоакредитование. Сколько предстоит ждать новую машину и какие еще банки начали принимать заявки по новой программе? Режим тишины. Украина подтвердила эвакуацию раненых военных с завода «Азовсталь». На каких условиях с Москвой? Расширение НАТО. Эрдоган против принятия Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Почему и как на действия Запада отреагировали в ОДКБ? Об этом не только прямо сейчас. В Брюсселе безрезультатно завершилось заседание Совета ЕС по согласованию 6-го пакета санкций против Москвы. Почти две недели в Евросоюзе не могут одобрить предложение Еврокомиссии о введении нефтяного эмбарго на российскую нефть. О том, что тормозит процесс, расскажет наш СОПКОР Жаннат Эрнст. Представители 27 стран Евросоюза не могут прийти к общему знаменателю в вопросе введения 6-го пакета санкций против России. Не удалось прийти к единому мнению и на завершившемся в Брюсселе Совете министров иностранных дел стран ЕС. Камнем преткновения при этом остается введение нефтяного эмбарго в отношении России. Официальный Будапешт выступает против этого. К сожалению, сегодня не удалось достичь соглашения о завершении 6-го пакета санкций. Этот вопрос вернется в Комитет постоянных представителей стран ЕС. И послы продолжат обсуждение. У нас остаются сложности поединству вокруг эмбарго на нефть. Я хочу вас заверить, что вопросы, которые осталось решить, носят чистый технический и экономический характер. Проект отложенного нефтяного эмбарго Еврокомиссии включает запрет на импорт сырой российской нефти через полгода после вступления санкций в силу. А на импорт нефтепродуктов с 2023 года. Брюссель предложил разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Но в Будапеште считают, что общий ущерб от эмбарго станет катастрофическим для страны и требует дополнительных инвестиций для полной модернизации венгерской энергетической структуры в сумме от 15 до 18 миллиардов евро. Война и европейская политика санкций, введённая в ответ, создали энергетический кризис. Всё это вкупе с повышением процентных ставок в США привели к высокой инфляции. Это приведёт к эпохе рецессии, когда снижение экономического производства, стагнация и годы небольшого роста последуют друг за другом в Европе. Ради единства в ЕС Венгрия не против санкций только до тех пор, пока они не пересекают красную линию обороны венгерской экономики и не угрожают энергетической безопасности Венгрии. Ещё три страны, сильно зависящие от российских поставок энергоносителей, Болгария, Чехия и Словакия, также требуют от Брюсселя разрешить им продолжать импортировать российскую нефть и после 2024 года. Кроме санкций, министры иностранных дел страны ЕС обсудили возможное вступление в Евросоюз Албании и Северной Македонии, а также договорились предоставить дополнительные 500 миллионов евро для поставок тяжёлого вооружения Украине. Сроки введения шестого пакета санкций в отношении России остаются пока также неопределёнными. Отвечая на этот вопрос на брифинге после Совета глав МИД стран ЕС, глава дипломатии Евросоюза Жозе Боррель ответил, что пока не знает, сколько ещё потребуется времени на согласование санкций, неделя или две, но ряд авторитетных мировых СМИ уже заявляют о том, что, возможно, шестой пакет санкций удастся согласовать уже к концу этой недели. Жанна Тернежу, Март Ахметов, Хабар 24, Брюссель, Бельгия. Украина подтвердила эвакуацию 264 военных с завода «Азовсталь», где укрываются последние защитники Мариуполя. Агентство «Рейтер» опубликовало кадры с десятком автобусов, выехавших в подконтрольный России город Новоазовск. Судя по видео, среди пассажиров есть раненые. По неподтверждённым данным, на территории предприятия могут находиться примерно 600 человек. А накануне в российском Минобороны заявили об установлении режима тишины и открытии гуманитарного коридора для эвакуации раненых. В военном ведомстве Украины же позже подтвердили, что территорию «Азовстали» покинули 53 бойца. Ещё 211 доставили в крымское село Оленевка. Их ждёт обмен на пленных российских солдат. Со слов замминистра обороны Украины Анны Маляр, операция по спасению оставшихся военнослужащих продолжится. Что касается ситуации в Мариуполе, благодаря действиям украинских военных, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, мы надеемся, что нам удастся спасти жизни наших ребят. Среди них есть тяжело раненые. О них заботятся. Хочу подчеркнуть, что Украине нужны живые герои. Это наш принцип. Я думаю, что любой адекватный человек поймёт эти слова. Операцию по спасению защитников Мариуполя начала наша военная разведка. Продолжается работа по возвращению ребят домой. Между тем, Турция не может одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны вводили санкции против Анкары, а также отказались экстрадировать подозреваемых в причастности к терроризму. Об этом заявил президент страны Реджеп Таеб Эрдоган. Он отметил, что у потенциальных членов Альянса нет чёткой позиции по организациям, признанным террористическими в Турции. Эрдоган рекомендовал делегациям из Хельсинки и Стокгольма не приезжать в республику для обсуждения своих заявок на членство в Североатлантическом Альянсе. О расширении НАТО высказались и по итогам саммита глав государств ОДКБ. По словам Генсека организации, Восточноевропейский регион стоит на пороге дальнейшей милитаризации. При этом он отметил, что вступление в Североатлантический альянс в Финляндии и Швеции приведёт к дальнейшему нарастанию напряжённости в Европе. Трудно сказать, чем это закончится всё, да? Но одно очевидно, что вот эти шаги, в том числе и по расширению блока НАТО, они приведут к нарастанию напряжённости в Европе. После завершения юбилейного саммита ОДКБ Касымжамар Токаев провёл встречу с Владимиром Путиным. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также график предстоящих мероприятий. Президент Казахстана принял приглашение российского лидера посетить Петербургский экономический форум в июне этого года. Чуть позже правительственная делегация Казахстана поедет на крупную промышленную выставку в Екатеринбург, а осенью представители нашей страны планируют принять участие в межрегиональном форуме, который состоится в Оренбурге. На разных стадиях реализации находятся 20 совместных проектов, отметил Токаев. Действительно нет оснований для разочарования динамикой торгово-экономического сотрудничества, политического взаимодействия между нашими странами. Товарооборот достиг 25 миллиардов долларов. Россия для Казахстана является основным партнером в торгово-экономической сфере. Поэтому задача, которую я ставлю перед нашим правительством, это не только сохранение этой динамики и объема торговли и инвестиций, но и наращивание, несмотря на все трудности, исходящие из современных геополитических реалий. Я с собой взял основных чиновников правительства Казахстана, ответственных за этот блок, во главе с первым заместителем премьер-министра. Они провели очень продуктивные переговоры. Перед ними была поставлена задача именно в деловом ключе работать с правительством Российской Федерации, работать конкретно с целью достижения конкретных практических результатов. Здесь в целом у нас все развивается хорошо. За прошлый год у нас рост товарооборота 34 с лишним процента. 17 миллиардов примерно долларов проинвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана. Ситуация в целом развивается, даже несмотря на сегодняшние известные и понятные все нам сложности. Второй казахстанский банк начал принимать заявки по новой программе льготного автокредитования. Помимо центра кредита, обслуживать потенциальных ее участников в автосалонах начали и менеджеры Евразийского банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Я напомню, что программа стартовала вчера. Судя по ажиотажу, казахстанцы ждали ее с нетерпением, но столкнулись с тем, что в банках не оказалось денег. Во многих автосалонах пока отсутствуют и подходящие под критерии машины. К эфиру присоединяется наш экономический обозреватель Индира Тикжанова. Индира, люди интересуются, сколько предположительно предстоит ждать новое авто? Растан, представители Ассоциации казахстанского автобизнеса вчера заявляли, что примерно это займет месяц или полтора. Но я напомню, в прошлом году на фоне острого дефицита автомобилей люди ждали и по полгода. Ассоциации казахстанского автобуса Свыше 2200 заявок поступило за вчерашний день от казахстанцев, желающих купить машину по новым льготным условиям автокредитования. Более 1000 потенциальных участников программы обратились в банк «Центр кредит». 12100 заявок принял Евразийский банк. Такие сведения нам сообщили в Фонде развития промышленности. По словам представителей пресс-службы фонда, многие автосалоны вчера, в день старта программы, работали допоздна. Причина в наплыве клиентов, ведь условия действительно выглядят привлекательными. 4-процентная ставка вознаграждений и возможность купить машину отечественной сборки даже без первоначального взноса. О том, что программа выгодна для потребителей, но для правительства убыточна, пишет и финансовый аналитик, автор телеграм-канала «Файнэнский Зет» Андрей Чеботарев. Он отмечает, что ставка кредитования значительно ниже инфляции, которая в апреле, к слову, ускорилась до 13,2%. По его мнению, временно тормозить программу будет дефицит машин в автосалонах, причем влияет на него не только внутренняя потребность, но и растущий спрос со стороны России. Также у Чеботарева, как и у многих казахстанцев, возникли вопросы по созданию новой очереди для получения автокредита. Напомню, в фонде заявили, что ее формируют теперь с нуля, так как это новая программа. Хотя до этого возможности купить машину по льготным условиям уже ждали свыше 15 тысяч человек. Что касается финансирования, деньги обещают распределить в ближайшее время, установив лимиты для каждого банка. Напомню, речь идет об общей сумме в 100 миллиардов тенге, это примерно 10 тысяч проданных машин. Всего по программе будут работать 4 финансовых института, Банк Центр Кредит, Евразийский банк, Халык и Форте. В перспективе число их могут увеличить. В программе надо участвовать, так как в условиях, когда депозит приносит до 14,9% годовых, займ по 4% выглядит едва ли не бесплатными деньгами. До того, как ставка по депозиту не опустится ниже 4%, этот кредит ни в коем случае нельзя погашать заранее. Если у вас есть лишние деньги, лучше положите их на депозит, или заставьте работать как-то иначе. Между тем, аналитики первого кредитного бюро отмечают, что из-за дефицита автомобилей их продажи в Казахстане снизились на 8% по сравнению с прошлым годом. Всего с января по апрель жители приобрели 31 600 единиц транспорта. Несмотря на то, что объемы производства за первый квартал выросли на 11%, 30% снижение импорта они не покрывают. Все это давит и на цены. О том, насколько подорожали машины, можно судить в том числе и по среднему размеру выданного автокредита в стране. К примеру, если год назад сумма не достигала и 3 миллионов тенге, то в марте текущего она была уже около 8 миллионов. Медианная выдача займов также выросла более чем наполовину, до 6 миллионов 800 тысяч тенге, отмечают аналитики. Представители бизнес-сообщества, в свою очередь, считают, что льготные госпрограммы имеют свойство ускорять инфляцию. Автомобилей в наличии нет, мы это знаем. Как только вводится льготное автокредитование, эти автомобили начинают дорожать. И сразу же эффект от льготного кредитования пропадает. И в-третьих, и самое главное, у нас какой процент локализации по производству автомобилей? Ну, 20, может быть, 30 процентов. Это означает, что вот эти вот деньги, которые собраны на утиль сбор, автопроизводители получают эти деньги в виде проданных машин. И 70 процентов от этих денег на них идут и покупают доллары, чтобы отправить за рубеж эти деньги и купить комплектующие. То есть мы сами вливаем деньги, чтобы оказать давление на тенге. И к другим темам. На фоне развития геополитического кризиса в мире у половины из топовой десятки казахстанских банков в марте ухудшились показатели. Такие выводы сделали аналитики Финпром Киезет. Общий судный портфель БВУ увеличился незначительно, прибавив лишь 0,7%. Среди банков, которым удалось сохранить кредитную активность, с большим отрывом лидируют Форты. На втором месте Евразийский банк, на третьем Банк Центр Кредит. В плюсе также Халыки и Жусан банки, как и ожидалось, сократили портфели дочерней филиалы российских финансовых организаций. Сбербанк на 4,6% и Альфа более чем на 2%. Но помимо них в минус ушли также Каспи и Отбасы, потерявшие 2,3% и 1,5% соответственно. Что касается кредитов с просрочкой, доля их в судном портфеле казахстанских банков немного сократилась, до 6,6%. А вот займов с просрочкой свыше 90 дней, напротив, стало больше. Сумма их превысила 729 миллиардов тенге. И к новостям мировой экономики. Пшеница рекордно дорожает на биржах, причина в приостановлении экспорта из Индии. Страна, которая считается восьмым по величине поставщиком, столкнулась с аномальной жарой и резким падением урожайности. В приоритете у Индии теперь собственный рынок. Напомню, до этого цены на зерно выросли за год примерно на 60% из-за военных действий срыва посевной компании в Украине. Все это оказывает огромное давление на инфляцию. В странах, отмечает аналитики Bloomberg, из-за новых рисков вчера на бирже Чикаго базовые фьючерсы на пшеницу подскочили почти на 6%. Дорожает она и на европейских торговых площадках. Отмечу, Казахстан с апреля ввел временное ограничение на экспорт зерна и муки. За рубеж данную продукцию продают только по квотам. Растут из-за этого цены на ключевых рынках Центральной Азии. Так, в Таджикистане за две недели резко подорожала мука. 50-килограммовый мешок стоит более 30 долларов. Это около 13 тысяч тенге. Исследовательское бюро «Зерновые масличные» сообщает, что в марте Таджикистан увеличил импорт казахстанской пшеницы почти в полтора раза, а муки на 35%. Это был обзор деловых новостей. Растан, на этом у меня все. Спасибо, Индира. Центробанк России в очередной раз снизил курс доллара до 63 рублей. Российская валюта укрепляется с 10 марта. Она быстро отыграла шоковое падение после начала военных действий России в Украине. Оттока капитала из-за распродажа российских активов и панического спроса на импорт товаров. Власти страны продолжают контролировать движение капитала и фактически устанавливают курс валюты внутри страны. При этом на прошлой неделе Блумберг назвал российский рубль лучшей валютой в 2022 году. С начала года она укрепилась на 11% по отношению к доллару. И все это на фоне западных санкций. Курс рубля рос и достиг до пандемийных уровней февраля 2020 года. Аналитики связывают укрепление российской денежной единицы в первую очередь с резким падением объемов импорта в 2-3 раза и ограничений поставок в Россию зарубежными компаниями. Укрепление рубля может приводить к укреплению казахского ТНГ. При прочих равных это может оказывать позитивное влияние с точки зрения замедления инфляции. И, наверное, это немного более выгодно для Казахстана, потому что при прочих равных российский экспорт при более крепком рубле он, скажем так, менее выгоден, чем экспорт из Казахстана. Если в Казахстане более слабая валюта, если бы рубль был слаб, очень сильная, это была бы большая проблема. А для Казахстана, как для одного из ключевых торговых партнеров, очень важно, чтобы экономика в России не испытывала каких-то чрезмерных проблем, не впадала в глубокую рецессию, чтобы финансовый рынок был стабилен. Споры о пенсионном возрасте имеются не только в Казахстане. Так, например, во Франции разгораются страсти вокруг пенсионной реформы, предложенной вновь избранным президентом Эммануэлем Макроном. Сегодня возраст выхода на заслуженный отдых в республике является самым низким среди стран Евросоюза – 62 года. Так вот, предлагается к 2030 году повысить планку до 65 лет. Алия Сыздыкова. Обо всем по порядку. Пару недель назад праздник труда в стране прошел под шумные лозунги против пенсионной реформы. Вопрос для французов настолько болезненный, что вокруг него объединились противники Макрона, чтобы создать противовес и не позволить протащить спорную инициативу. Сегодня на улицах Парижа все так же больше несогласных. Я думаю, что всему свое время. Должно оставаться время пожить для себя после выхода на пенсию. Работа есть работа, но после нее нужно заниматься чем-то другим. Я потеряла отца, когда ему было 67 лет. Так что мне есть над чем задуматься. Французская пенсионная система очень сложная. Большинству работающих, чтобы в отставке получать полную пенсию, необходимо отработать 41 год. Официальный возраст выхода на пенсию – 62 года. Но фактически французы, которые регулярно пользуются отпусками по безработице, потом вынуждены добирать стаж и откладывать заслуженный отдых. Главный аргумент сторонников пенсионной реформы – государственный долг за время пандемии вырос до почти 3 триллионов долларов и превысил годовой ВВП страны. По почету Министерства финансов, удлинение трудовой жизни французов может дать экономию в 25 миллиардов евро ежегодно. В условиях дефицита это более чем солидно. По плану Макрона, до 2030 года пенсионный возраст должен вырасти до 65 лет. Это позволит и бюджет пополнить за счет увеличения отчислений, так как в целом по стране работающих станет больше, и пенсии поднять тем, кто уже заработал свой заслуженный отдых. В конце концов, говорит Макрон, общий мировой опыт такой. Я сравниваю международный опыт. Чем ниже порог возраста выхода на пенсию, тем больше смещается уровень безработицы в этой возрастной группе. Это вполне логично, потому что предприятия адаптируют свою кадровую политику. Ближе к пенсионному возрасту меньше занятость. Статистика стран ОСР с этой точки зрения очень четкая. Есть полная связь между этими явлениями. Каждый раз, когда страна поднимает пенсионный возраст, растет уровень занятости пожилых людей. В целом, в Европе с ростом продолжительности жизни увеличивается и возраст выхода на пенсию. Большинство стран ЕС стремится к планке 65 лет, как и Франция. Но ряд государств поставили себе еще более серьезную задачу. 67-69 или почти 70 лет, как, к примеру, в Италии. Несмотря на разницу устройства пенсионных систем, чаще всего основа одна. Пенсии платятся из казны, которая пополняется за счет работающих. С одновременным ростом и продолжительностью жизни, и бюджетных расходов, одно из самых социальных государств мира все-таки надеется справиться лишь через непопулярную реформу. Алья Сыздыкова, Руслан Умиржан, Хабар 24, Париж, Франция. По меньшей мере, один человек погиб, еще 85 пострадали при столкновении двух поездов в Испании. Инцидент случился в пригороде Барселоны. По данным полиции, товарный поезд сошел с рельсов и врезался в пассажирский состав, который выезжал со станции. Как минимум два пассажира получили тяжелые ранения, у остальных легкие травмы. Погибший был машинистом одного из электровозов. Власти уже начали расследование случившегося. В пакистанском городе Карачи прогремел сильный взрыв. Один человек погиб, еще 11 раненый. По данным местных властей, была заминирована полицейская машина. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за атаку. Отмечу, в последние дни число терактов в регионе увеличилось. Только пару дней назад жертвой аналогичного взрыва в городе стал мужчина. А в прошлом месяце нападение произошло в одном из университетов, жертвами которого стали три человека. Пропавшего накануне вечером четырехлетнего мальчика нашли в Алматинской области. Ребенок по имени Богдан пропал в горной местности около села Доланала Кирбулакского района. К поискам подключались спасатели, кинологи, полицейские и волонтеры. В итоге же мальчика нашли глубокой ночью у подножия гор. Его передали медикам. И, как уточняется, сейчас его жизни ничего не угрожает. Хочу сказать всем большое спасибо. Это все, что у нас в жизни есть, наши дети. Спасибо всем огромное за помощь. Мы в новом эфире. Единственная дорога, соединяющая Туркестан и Сузахский район, находится в плачевном состоянии. Водители говорят, из-за ям и трещин ездить по ней практически невозможно. Трассу вот уже несколько лет. Обещают отремонтировать, но до дела все никак не дойдет. В проблеме разбирался Рауль Габитов. Так называемая Ощесайская дорога напоминает трассу для автогонок с препятствиями. Все те же ямы и крутые объезды по песку и щебню. Проехать по ней беспрепятственно может разве что внедорожник. Легковые автомобили рискуют повредить ходовую часть. От такой дороги страдает не только машина, но и человек. Ведь приходится нервничать. Например, недавно я повредил на этой трассе колесо. Благо помогли неравнодушные люди. Так бы остался на дороге. В таком состоянии находятся несколько десятков километров дороги. Как итог, дистанцию, которую при обычных обстоятельствах можно было бы преодолеть за считанные минуты, тут водители проезжают в разы дольше. Езжу по этой дороге часто. Она уже несколько лет в таком состоянии. Другого пути нет. Вот и приходится ездить на маленькой скорости. Но даже так страдает ходовка. Так мой старый автомобиль пришел в непригодность. Пришлось пересесть на другую машину. Вы сами видите состояние дороги. Это невозможно. Вроде в свое время начали ремонтировать. Но почему-то работы остановились. В Акимате сообщили, что дорогу должны были начать ремонтировать еще в 2020 году. Но подрядчик оказался недобросовестный. Не довел работу до конца. Якобы из-за возросших цен на стройматериалы. Договор с ним в результате расторгли. И наложили штраф. В плохом состоянии находится участок в 33 километра. Ремонт обойдется примерно в 2 миллиарда тенге. Мы составили проект на сметную документацию и отправили ее на рассмотрение в комитет автомобильных дорог. Если получим одобрение, проведем конкурс и приступим к работе в этом году. До конца года в регионе планируют обновить 760 километров автодорог. Работы пройдут на 68 участках. В том числе на четырех мостах. В результате, по словам специалистов, доля дорог хорошего качества возрастет до 90%. Рауль Габитов, Ербулат Абишев, Куан Шабуф, Хабар-24, Туркестанская область. Сейчас в Карагандинской области там не хватает порядка 11 тысяч специалистов-техников. Дефицит кадров обсудили на форуме работодателей. В ближайшие три года в регионе обещают реализовать около полусотни индустриальных проектов, где потребуется не меньше 13 тысяч новых сотрудников. Сегодня в области насчитывается 67 колледжей. Практически во всех готовят техников. В этом году на рабочие специальности выделено порядка 9 тысяч грантов. По данным управления образования, к 2025 году все обучение техническим специальностям в колледжах будет бесплатным. При колледжах имеются индустриальные советы, в состав которых входят основные наши работодатели или социальные партнеры. Будет разработана большая дорожная карта по дальнейшему развитию подготовки технического, кадров техническим и профессиональным образованием для нашего региона. Коронавирус отступил, теперь все ждут туристов. В Грузии возлагают большие надежды на летний сезон. Там уже наблюдается наплыв казахстанцев. Только за апрель страну посетили около 6 тысяч наших граждан. В планах увеличить число регулярных рейсов до 31 раза в неделю. Что важно знать перед отправкой в Грузию, расскажет Юлия Тужинкина. Туристический сезон в Грузии набирает обороты. И уже можно сказать, что Казахстан в десятки стран, граждане которых активно приезжают сюда на отдых. За 4 месяца этого года Грузию посетило уже более 20 тысяч казахстанцев. Это на 21% больше показателей аналогичного периода 2019 года. При этом помимо отдыха и развлечений, особой популярностью у казахстанцев пользуются исторические туры и музеи. Казахстан, например, с большой радостью надевают у нас вот эти кольчуги, они надевают боевые шлемы и с большой радостью фотографируются с мечами и кинжалами. Потому что не все любят холодное оружие, но здесь у меня можно и потрогать, и пофотографироваться. И им нравится, гостям из Казахстана, что у нас много общего. У нас есть общие, например, люльки, у нас много общих разных слов. И у нас, например, вот эти кивчаки были большими нашими союзниками. Мы это помним, и они это помнят. Сейчас в Грузии отменены почти все ковид-ограничения. Остался только масочный режим в общественном транспорте и медицинских учреждениях. Поэтому туристам ничто не мешает наслаждаться отдыхом. Грузия привлекает своей колоритностью, простотой и близостью к нашим традициям, языку и так далее. Здесь легко и просто все доступно, все понятно. История, места очень красивые, горы, море. Мы были в Батуми до этого. Все очень понравилось. Грузинское направление стало очень популярным в Казахстане после пандемии. Пассажиропоток довольно большой, потому ожидается, что этим летом число регулярных рейсов из Казахстана в Грузию вырастет с 20 до 31 раза в неделю. Я всегда, когда приезжаю в какую-нибудь страну, везу с собой какой-нибудь логотип. Вот у меня даже кофточка с логотипом, с гербом, с Казахстаном. Правительство Грузии заинтересовано в привлечении большего количества туристов. И потому сейчас администрация туризма принимает популярных казахстанских блогеров-путешественников и представителей авиакомпании. Чтобы информация о Грузии стала более доступной и привлекательной для всех, кто планирует провести свой отпуск в этой стране. Сегодня день рождения президента нашей страны. Ему 69 лет. Примечательно, что никаких грандиозных мероприятий не намечается. Это и понятно. Глава государства этого не любит. На этом у меня все. До встречи. Вам хорошего дня. Увидимся.